Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Получил очередной заказ от рыболовного интернет-магазина F-Magazine и хотелось бы вкратце рассказать о тех позициях, которые мне пришли в данном заказе. Заказ доставлялся почтой России, пришло всё вовремя, без проволочек. Ну и первая позиция – это силиконовые виброхвосты от компании Savage Gear. Моделька называется 4 Play Shed. Длина их составляет 8,5 см, весит каждая приманочка 5 грамм и в упаковке их 5 штук. Довольно удачные силиконовые приманки изготавливает данная компания и данной модельки не исключение. Следующие силиконовые приманочки тоже у нас. Это от компании Heraclis. Моделька называется Prawn. 5 см длина, 6 штук в упаковке, расцветка Ghost Orange. Данные силиконовые приманки выполнены в виде ракообразных. То есть креветка, рак, ну что-то подобное. Довольно интересные тоже силиконовые приманочки. Отлично подойдут для ловли окуня в данном форм-факторе. Следующие это клипсы от компании Orange. Это для оснащения фидерной ловли, для изготовления монтажей. Следующая такая вот вертушечка от компании Strike Pro. Модель идёт под номером SN01E. Расцветка в данном случае А88КП. Материал Купер Плайт, 18 грамм весит данная вертушечка. Ну, ссылочки я оставлю в описании и оставлю, соответственно, оригинальное название данной вертушки, а не маркировку. К сожалению, компания Strike Pro не всегда пишет название приманок, а указывает на упаковке именно маркировочку. Следующая это зимний балансир от компании HALLE. Но, опять же, применять можно не только зимой, но и при отвесной ловле в летний период, например, с лодки. Данная приманочка у нас идёт, называется моделька TULOS 2. 40 мм длина составляет данного балансирчика и весит он 8 грамм. Изготавливается данная приманочка в Финляндии. Такой вот интересный балансирчик. Поподробнее расскажу в видеообзоре о нём. Следующая вертикальная зимняя бресна от компании ECO PRO. Моделька у нас называется Forward. Длина её составляет 60 мм и весит она 8,7 грамм. Оснащена тройным крючком 12 номера и расцветка в данном случае Cooper, то есть медь. Такая вот интересная блёсенка. Следующая это воблерок от компании KASADAK. Моделька называется M-Min. Длина его составляет 50 мм, вес 4,1 грамма. Расцветка RSH. Их заявленное заглубление от 0,3 до 1 метра. Такая вот интересная приманка. Взял с расчётом на окуня и на белого хищника. Ну и конечно в прилоге будет щука. Следующий, тоже небольшой воблерок от компании KASADAK. Модель у нас называется LEX. Длина его составляет 55 мм. Весит он 4,5 грамма. Расцветка SL. И заглубление от 1 до 1,8 метра. Такой вот тоже интересный воблерок у нас. Следующая приманка тоже у нас от компании KASADAK. Тоже воблерок. Модель называется UMI или UMI. Как правильно прочитать, не знаю. Длина 63 мм. Весит она 5,3 грамма. Расцветка SCS. И заглубление, заявленное производителем от 0,8 до 1,5 метров. Такой вот довольно-таки интересный воблер. Следующий воблерок тоже от KASADAK. Модель называется FORNITE. 63 мм длина. 4,2 грамма весит данная приманочка. И заявленное заглубление от 0,7 до 1,2 метров. Расцветка BLUE. Довольно-таки интересная расцветка новая у компании KASADAK. Вот такое подбитое стекло. И сам по себе воблерок тоже довольно-таки интересный. Взял по окуню, белому, хищнику. Ну, в общем, как универсальную модель. В принципе, все эти 4 воблера от KASADAK. Взял как некие универсалы по окуню, белому, хищнику и, соответственно, щучки. Следующий такой вот довольно интересный балансир. Он поставляется без крючка в такой вот упаковочке. Балансир у нас от компании LOKY JOHN. И модель называется BALTIC. 9 грамм весит данный балансирчик. Расцветка 13H. Ну, подробнее расскажу о нем в видеообзоре тоже. Следующая, так вот, хорошо упакованная приманка силиконовая от компании FOX RAGE. Модель называется PRO SHED NATURAL LASIK 2. Длина его составляет 5,5 дюймов или 14 сантиметров. И расцветка PERCH. Поподробнее расскажу тоже в видеообзоре о нем. Сейчас я его постараюсь распаковать, чтобы сразу показать. Возможно, не все могут посмотреть видеообзор мой. Вот такой вот виброхвост. Довольно интересный. Отлично, конечно же, подойдет для ловли щуки. Очень приятная расцветочка. 3D такие вот глаза с маркировкой вместо зрачка. Точнее, с гербом бренда. Ну и, соответственно, силикон у нас несъедобный. Следующая, это воблерок от компании JECAL. Моделька называется MAXQUAD 115 SP. Давно я хотел приобрести данный воблерок 128. Моделька у меня есть размерность. Очень он меня радует, старший его брат. Особенно по пассивной щуке. Ну, один из лучших воблеров, я считаю. Ну, я думаю, не только у меня, но и у многих. Так как в топ-3 воблера, ну, в топ-5 точно воблеров, в принципе, MAXQUAD входит. И вот решил взять более младшую модель 115 SP. Наконец-то я его приобрёл. Но, к сожалению, уже по щуке испытать, скорее всего, его хорошо придётся в следующем сезоне. Уже зима не за горами. Времени осталось, конечно, мало для испытаний. Длина его составляет 115 мм, вес 16 грамм. Ну, и, соответственно, он у нас суспинер. Такой вот интересный воблер. И ещё у нас остаётся такая вот колебалочка от компании SW. Это у нас SW Fishing, она правильно называется, да. Модель у нас называется Panic. Весит она 3 грамма. Расцветка FL-08. Такая вот интересная колебалочка. Конечно, подойдёт для ловли окуня и белого хищника. Ну, и в местах, где вводится форель, возможно, тоже применение по форели. Тоже расскажу о ней более подробно в видеообзоре. И последняя позиция, которая мне пришла в данном заказе. Это такой вот довольно-таки интересный воблер от компании Bus Day. Воблер называется Mogul Mino. Взял в такой интересной расцветчике. Длина его 130 мм. Он SP-шка. Весит он у нас 22,6 грамма. Видна внутренняя грузочка данного воблерка. В общем, с данным воблером я ещё не сталкивался. Сталкивался только с меньшим его братом. Есть у меня в наличии. Очень классная модель его, младший брат. Вот 130-й посоветовал мой товарищ. Очень он в последние осенние дни у него отлично работал по пассивной щуке. Очень классный воблер. Сказал, ну, я решил себе приобрести. Послушал совета товарища и решил взять. Как раз на них цена не сильно, скажем так, ещё на данный момент кусается. По сравнению с другими японцами, именитыми. Поэтому решил себе тоже приобрести его в коробочку. Ну, скажем, более плотное испытание, конечно, тоже будет уже в следующем сезоне. Но, скажем так, со слов друга, игра у него очень отличная. Довольно-таки упористый воблерок. Отлично он работает как на пассивной такой мягенькой проводочке. Также у него есть и своя небольшая собственная игра. То есть, его можно... Ну, довольно интересная даже игра. Можно проводить и потяжечками, и не только твичить. То есть, такой вот довольно-таки интересный воблер, который я приобрёл. На этом мой анбоксинг подошёл к концу. Всем, кто смотрел и анбоксинг кому-то был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на данные товары я оставлю в описании под видео. Также в описании под видео я оставлю промокод рыбалка34, который даёт скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова